На поле в районе Казацка семья Иванцовых заметила блуждающих лошадей ещё две недели назад. Голодные животные подходили к людям. Все эти дни сердобольные оскольчане ежедневно подкармливали лошадок хлебом. Мы их сейчас хлебом кормим в данной ситуации. Конечно, для него корм нужен сено, овес, чтобы положено лошадям. Ну, жалко же животных всё же. При такой температурной погоде, при таких градусах, конечно, они могут поедать. Ежедневно в поисках корма шесть лошадей бродят по дачному и коттеджному посёлкам, объедают кустарники, пытаются найти под снегом траву. И всё это в лютые морозы. У животных, конечно же, есть владельцы. С точки зрения закона они нарушают ветеринарный устав, который регламентирует условия содержания и ухода за домашними животными. Данное поголовье должно содержаться, безусловно, в помещениях, где должны быть соответствующие условия. Но выгул в каких-то определенных обозначенных местах никто не запрещает. В принципе, они должны находиться под наблюдением. Они не должны передвигаться самостоятельно, потому что имеются там и дорожные движения, трассы, безусловно, могут быть какие-то и аварийные процессы. Долгое пребывание на морозе для лошадей небезопасно. Те температурные режимы, которые опускаются ниже 28 градусов, да, нежелательно выпускать животных на улицу, потому что могут быть обморожения. По словам ветврачей, лошадьми владеет оскольчанка Татьяна Ильяшова. С вопросом, где находятся принадлежащие ей животные, ветеринары обратились ещё накануне. Ответ их не убедил. И сегодня специалисты посетили хозяйство. К сожалению, застать Татьяну дома не удалось. Лошадям, видимо, разрешили вернуться домой. На пустыре их больше не видно, а сарай на замке. Что заставило коневода зимой отправить своих питомцев на самопропитание, осталось загадкой.